Добрый день, меня зовут Юрий Железняков и в этом видео я расскажу о триммере Panasonic ER-GY60. У Panasonic триммера такого типа называется iShaper. Именно этим триммером я пользуюсь уже полтора года. Покажу возможности триммера, а также поделюсь своими впечатлениями за время использования ER-GY60. Одна из задач триммера – стрижка бороды и усов. Для этого нам понадобится насадка с диапазоном 0,5-10 мм. Выравниваем длину волос. Нож острый, поэтому срезание происходит в один проход. Процесс не занимает много времени. Сняв насадку, можно легко сделать окантовку. Грани получаются ровные, без лесенки, поскольку нож широкий, а боковое расположение лезвий дает удобный хват триммера и позволяет точно контролировать процесс стрижки. Насадка для детальной стрижки уменьшает ширину открытой части лезвия до 10 мм. Можно сделать очень точную стрижку. Детали всегда важны. Если вы захотите изменить стиль бороды, например, сделать испаньолку, просто снимите насадку и срежьте лишние волосы. Толщина лезвия всего 0,1 мм. Тут сразу скажу, что достигнуть чистоты бритья, как у электробритвы, не получится. Это все же триммер. Но результат будет очень достойный. Если вы решите отказаться от бороды и усов совсем, триммер легко вам в этом поможет. Он легко справится даже с жесткой щетиной, такой, как у меня. ERGY-60 подходит не только для стрижки усов и бороды, но также для удаления волос на теле. Специальная насадка позволяет установить длину до 12 мм. Волосы состригают с в один проход. Если нужно удалить их совсем, просто снимите насадку. Для деликатных зон есть отдельная насадка. Она дополнительно защищает кожу для безопасной стрижки. Для того, чтобы триммер прослужил долго, его нужно регулярно обслуживать. В комплекте есть щеточка для очистки. Триммер можно также промывать под водой полностью. Об этом нам говорит надпись WET DRY на корпусе. Можно лить воду в специальные отверстия в головке триммера. Вода будет промывать лезвие и выходить с обратной стороны. Можно для промывки снять нож. Также не забывайте смазывать нож. Тогда он прослужит дольше. О конструкции ножа мы еще поговорим. Я уже упоминал, что этим триммером пользуюсь уже полтора года. Время работы от аккумулятора осталось прежним. Чуть меньше часа. Зарядка, как и в первый день использования, занимает один час. Лезвие тоже как новое. По спецификации производителя оно должно служить порядка трех лет. В случае, если стрижку вы проводите примерно 10 раз в месяц по 5 минут. Но у меня стрижка занимает гораздо меньше времени. За пару минут я всегда укладываюсь. Поэтому думаю, что у меня лезвие прослужит даже дольше. Отдельно покажу конструкцию сменного ножа. Он легко снимается. И внутри вы увидите массивные пружины и толстые пластиковые детали. Это внушает уверенность. Мне очень нравится басовитый приятный звук двигателя при снятом ноже. Что касается эргономики. Триммер достаточно крупный. Он удобно лежит в руке. А боковое расположение лезвия позволяет пользоваться триммером как расческой. Это удобно. При стрижке триммер не перекрывает вам обзор. И вы полностью контролируете процесс. Для хранения триммера и насадок в комплекте есть чехол. Он пригодится вам в случае путешествий и командировок. Если у вас еще остались вопросы по триммеру, задавайте их ниже в комментариях. Если у вас уже есть такой триммер, поделитесь вашими впечатлениями от использования. Но если данный ролик показался вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Еще больше информации о данном триммере вы сможете найти на сайте производителя и plaza panasonic.ru Ссылочку я оставлю в описании под видео. Спасибо за ваше внимание.